Окончательно и без поворотно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате «Аврора» и «Чайлдж Джорни». «Аврора» – путешествие ребёнка. Коротенькое приключение на тему экологии. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте залпом пройдём эту игру. Игра расскажет нам о том, что случилось на самом деле в Бразилии, об экологической катастрофе, которая до сих пор имеет серьёзные последствия. Русского языка в игре, к сожалению, нету, игра поддерживает геймпад и играть я буду именно на геймпаде. Капитан Аврора запрашивает разрешение отчалить. Нажми Х, чтобы вообразить. Получено достижение новое путешествие. «Эй, не так быстро!» Мы вообразили, что наш кораблик отплыл. А вот и наш персонаж, маленькая девочка. «Эй, не так быстро!» Нажми Х, чтобы вообразить. Мы воображаем, что наш кораблик продолжает путешествие. Кстати, он бумажный, но мы воображаем, что это настоящий корабль. Ой. А, ну да, посмотрите, как здесь грязно, сколько здесь мусора. Только представьте, сколько бактерий в этой воде сейчас находится. В неё вообще нельзя входить. Но мы, когда воображаем, мы представляем, что вода чистая, что мусора нет, что мы можем безопасно в ней передвигаться. То есть нужно на время. Нужно быстренько пробежать, да? Хорошо. Быстренько-быстренько побежали. Нормально, успели. Аккуратненько. Так, дальше воображаем. Наш кораблик поплыло. Мы побежали следом. Быстренько-быстренько на платформу. О, есть всё, мы в безопасности. Так, туда мы не пройдём. Так, стрелочка даже нарисована, показывает нам вправо. Держи, НРБ, чтобы тащить ящик. А, ну да, без ящика мы наверх туда не запрыгнем. Оп, оп, хорошо. Так, нам придётся прямо пробежать, да? Угу. Побежали. Хорошо, мы в безопасности. Опять стрелочка. Ну, тут и так, в принципе, понятно. Ящик сбросить вниз, а теперь... Ага. Ну да, с подсказками тут всё хорошо. Прямо стрелочки чётко показывают, что же нам нужно делать. Куда же нам нужно двигаться. Так, налево, если направо. Нет, тут тупик. Так, здесь нужно уже... Тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Тихо-тихо. Так, а здесь мы... Ага. Вот туда, на ту платформу. Побежали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, доски довольно узенькие, нужно очень аккуратно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Всё хорошо. Кстати, играм довольно приятно выглядит и звучит. Управление тоже вполне удобно, никаких претензий. А теперь куда? Бежим просто за корабликом. А там земля впереди. Попался. Ух ты, там пожар. Что происходит? Только монстр на такое способен. Я должна туда добраться. Я должна остановить дымового монстра. Уже темнеет. Хорошо, что я взял особый фонарик. Ого. Что это было? А, монстр! Получаем достижение. Грязный монстр. Я могу отталкивать его с помощью фонарика. Так, мы плывём, да? Стоп, я слышу. Я понял. Монстра мы удерживаем таким образом. Так, мы должны ещё и лодкой управлять одновременно. И вращаться одновременно персонажем с помощью разных стиков. Это непросто. Но здесь очень хорошее позиционирование звука, в принципе. Так что монстра легко определить, в общем, с какой стороны он подплывает к нам. Так, нам нужно по вот этим светлячкам плыть. Вот только разворачиваемся мы довольно медленно. Мы, по крайней мере, на геймпаде. Так, так, так. Повернись. Куда дальше? Вот туда. Вот направляем лодку. А теперь с монстром разбираемся. Я с курса сбился. Левее. Опять с курса сбился. Левее, левее, левее. Все. Так, такое сильное загрязнение. Я уверена, в этом виноват дымовой монстр. Ох, нет, бедные маленькие ребёшки. Мамочка всегда говорит, что мы все попадём в рай. Надеюсь, они там тоже. Даже рыба не может выжить в этой воде. Так, а нам вот туда нужно перебраться. Ну, побежали быстренько. Мы приближаемся к заводу какому-то. Возможно, именно он как раз и загрязняет окружающую территорию. Ух ты! Так, это получается... Давайте мы подождите. Вначале просто осмотримся, поймём, что делать, а потом попробуем ещё раз. Мы одновременно и оживили этот экскаватор. Он нам ловушку создаёт. И очистили воду. То есть нам нужно пробежать вот туда, вот там подъём есть. Но при этом, чтобы нас экскаватор ещё не расплющил. Давайте подготовимся, значит. Побежали. Вначале пускай он побахнет. А теперь бежим. Теперь главное просто успеть. Ух, успел на последней секунде. Получено достижение терминал. Так, нам нужно, значит, вот туда, потому что там светится. Но так мы туда не пройдём. Так. Вот туда нам нужно. Сейчас мы, наверное, вообразим, что нам проход откроют. Быстренько, быстренько, пока не раздавили. Так, а что у нас тут? Ничего, просто стоянка. Машина завелась. Но сейчас она ничего сделать-то и не может. Она пытается вперёд проехать. То есть, смотрите, мы должны... Я понял, здесь не зря стоят ящики. Нам вообще вот туда нужно. То есть, мы сейчас активируем сначала машину. Она заводится, пытается проехать вперёд. Бежим туда, быстренько активируем. Это, получается, подъёмный кран поднимает вот этот контейнер. Машина проедет вперёд. И там нам просто протаранит отверстие сделать, чтобы пройти. Быстренько, быстренько. Бежим, бежим, бежим. Нужно успеть. Воображаем быстренько. Какая у нас мощная сила воображения. Преодолеваем препятствия за счёт нашего воображения. Отлично. Туда мы теперь пройдём. Так, подождите, воображать. Давайте разберёмся, что нас дальше ждёт, куда нам. Ну, в принципе, вот туда получается бежать. Просто быстренько бежать туда. Там у нас заперто. Воображение, видимо, как раз откроет нам проход. Мы вообразим. Представим себе, как будто бы проход открыт. Да, проход открывается. Ой. А теперь понятно, почему здесь есть проходы влево-вправо. Вот эти вот. Мы должны ещё и прятаться тут. Быстренько, быстренько, быстренько. Сюда. Да. Сразу вправо нужно. Сюда. Фух, хорошо. Ну, безопасности в относительной. Так, а это почему оранжевая? А тут всё горит. Мы, наверное, прибыли к монстру. Мы новый framesный, как та который。 Мы, наверное, прибыли к монстру. Всё. Хорошее время. Ух ты! А вот это и есть монстр, да? Вот он, монстр. Владелец завода, видимо, есть монстр. Ой! Где это мы? Какой-то канализацией мы, что ли, оказались? Ух, сколько рыбы мёртвой! Получено достижение «Одна последняя надежда». Вот и всё, ребята. Вот и финал игры. Да, игра очень короткая, я об этом знал по комментариям. Что я могу сказать по поводу этой игры? Игра очень хорошая, очень интересная и при этом довольно познавательная. Эту игру можно использовать для того, чтобы дать поиграть вашим детям и рассказать им о том, как важно в итоге сохранять природу, сохранять экологию и какие последствия это может иметь в итоге в будущем. И здесь как раз рассказывается о том, что игра основана на реальных событиях в Бразилии. В 2015 году, когда взорвались насосы химического терминала, химического завода, был пожар, который длился 9 дней. И в итоге было гигантское количество негативных последствий, в том числе для рыбы, которая была уничтожена, для посёлка, который тоже страдал от недостатка рыбы, от загрязнения рек и от болезней, которые последовали вслед за этой катастрофой. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok